Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам о такой важной части ассортимента нашего магазина, как о локализации классических американских варгеймов. В мае 2022 года мы начали издавать типографии, печатать реплики американских варгеймов, при этом буклет правила, впоследствии обложку мы стали переводить на русский язык. Таким образом, это буквально локализации. Сейчас их накопилось чуть больше 10 штук, всего мы издали, мне кажется, 13 варгеймов, из них два уже целиком проданы, тиражи совсем небольшие, поэтому это не такого рода игры на русском языке, не только доступный способ познакомиться вообще с варгеймами, познакомиться с классикой жанра, познакомиться, понятное дело, с историческими событиями, которым они посвящены, но и возможность приобрести себе эксклюзивную вещь. Давайте перечислим, что же у нас сейчас продается, какие игры в наличии. Прямо сейчас в наличии, ну, начнем с игр, посвященных Второй мировой, но там дальше как пойдет. Игра Окинава. Это серия «Война на островах», прямо сейчас мы работаем над изданием следующей серии, посвященной эксклюзив, утечка, как это, инсайд, посвященный сражению на Гладалканале. А пока можно купить себе Окинаву, приготовить серии, что значит серия, это серийные правила, приятно будет смотреться в коллекции несколько игр, во-вторых, это достаточно выучить серийные правила, чтобы играть все новые и новые игры серии. В комплекте игры обложка, совмещенная с помогательными таблицами на обратной стороне, карты и фишки. И буклет правил на русском языке. Точно. Значит, игра «Танки Сталина». Это игра компании «Мета Гейминг», изданная в 80-м. В 80-м году, да, посвященная, это прекрасный способ познакомиться с тактикой Второй мировой войны. Игра небольшая, доступная по форме, более того, Дима сейчас снимает целую серию видеоуроков, посвященных правилам этой игры. Как обычно в игре, буклет правил, очень красивая карта и очень красивые фишки, представляющие единицу бронетехники для отделения пехоты. Около 12 сценариев. 7 сценариев и конструктор сценариев, который позволяет довести их количество до бесконечности. Так, еще одна игра про Вторую мировую, но в этот раз, если там была война на островах, то тут у нас серия сражений в Северной Африке. Сражение при Кассирине, Баптизма Фае, Крещение Огнем, это относится к первой столкновению крупной американской армии с вермахтом. То же самое все, обложка, карта, очень красивые фишки. Британцы, итальянцы, немцы и французики. И тут еще эксклюзивная листовка попала в этот экземпляр. За ним стоит поохотиться. Я Ленинград. Отличный, так сказать, способ познакомиться с продолжением идеи Юрия Панциргруппы Гудериан. Сбор средств на издание, которое мы сейчас ведем. Уникальные механики, неизвестные силы советских войск. Сражение у китайской фермы, ключевое сражение арабо-израильской войны 1973 года на Синайском фронте, на Египетском фронте, как вам будет угодно. И это самая долгая игра, самая, скажем так, расширенная серия Modern Battles, современные сражения. Мы издали уже три игры этой серии. Chinese Fire, игра Вюртсбург, посвященная гипотетическому сражению советских и американских войск в конце 70-х, в середине 70-х годов. Если бы холодная война пошла по горячему сценарию Е, игра Мугден, видите, уже с совершенно русским оформлением обложка, современные битвы, название серии. Игра Мугден, опять-таки, посвященная гипотетическому конфликту между СССР и КНР, тоже в середине 70-х годов. Так, в наличии игра Нерлинген, отличный способ познакомиться с особенностями тактики 30-летней войны, фишки, представляющие имперскую и шведскую армию, и подробная карта самого сражения. А также, это тоже начало новой серии, если игра будет пользоваться успехом, мы издадим и другие 4 игры этой серии, серия называется 30-летняя война. Игра, посвященная сражению Пришайло, и опять новая серия Синие и Серые, посвященная моделированию сражений гражданской войны в США, крайне популярной до наших дней, десятки игр вышли в рамках этой серии. Последний экземпляр игры Бородино, 1972 года. Игре больше 50 лет, но она по-прежнему не потеряла актуальности. Все еще можно купить. Игра Яна Урштетт на основе правил игры Бородино, ну а точнее Наполеон от Ватерлоу, была разработана целая серия игр Наполеон от Вор, две игры, которые мы уже издали. Отличный способ познакомиться с знаковыми сражениями Наполеоновской эпохи. У нас Е-На Урштетт в наличии и игра Маренго. Покупайте все эти игры в наличии. Еще Титан Страйк можно показать. В ближайшее время список игр будет пополнен, в ближайшие, надеюсь, месяц-два. И еще игра Титан Страйк, науше-то фантастические ворги, в боевые действия между вооруженными силами Китая и Евросоюза, в борьбе за природные ресурсы на спутнике Сатурна-Титане. То есть в, как это называется, в враждебном окружении. Дело в том, что вот эти игры, по иронии судьбы, хоть и предназначены новичкам, но, как это ни странно, парадоксально, в полной мере оценить их величие, их гениальность, может только опытный варгеймер. С таким вот, с таким парадоксом мы сталкиваемся. В принципе, игры адресованы новичкам, но оценить их могут именно опытные варгеймеры, увидеть всю красоту, увидеть о том, куда свернули варгеймы за прошедшие годы. На чем зиждется основание нашего хобби. Поэтому, конечно, мне бывает прям до боли обидно, когда заходит новичок и покупает игру Empire of the Sun. Сам покупает Empire of the Sun. Да, и во мне начинают бороться добродушный варгеймер, который видит в клиенте собрата, и купец-барыга, который видит просто деньги. То есть, передо мной начинает бороться рациональное зерно, я получу 15 тысяч, либо я могу проявить человеколюбие и жалость и сэкономить человеку 15 тысяч, уговорить его. 11 сэкономить, чтобы он купил за 4. И чтобы он купил за 4, а киналу, скажем. Тема, в общем-то, такая же. Но побеждает, всегда во мне побеждает предприниматель. Поэтому покупайте, что хотите. Моя совесть чиста. Я предупредил вас, что надо покупать, а дальше уж сами. С другой стороны, Дима мне правильно сказал, что если вы покупаете игру с целью похлопать по коробке, показывать гостям и говорить, я сейчас увлекся серьезно. Не, 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 15 тысяч заплатил. То тут, конечно, сами понимаете. Но если же вас интересует военная история, хочется сыграть, то я вам показал, с чего стоит начать. А когда пройдет много лет, то вы поймете, что этим же надо и заканчивать. Зачем же надо и заканчивать. Ну ладно, не будем забегать вперед. Спасибо большое за внимание.